Вы слушаете канал ЖАШ.КЛАБ. В объятиях Морфея. Ограничения во сне. Оказывается, то самое место, где человек может стать свободным от всех проблем, получить какие-то суперспособности, творить немыслимое, строить новые миры, летать, общаться с духами и инопланетянами, имеет ограничения. Наши сны – это как параллельная вселенная для нашего мозга, где он может отдохнуть и расслабиться, но, это место, в котором, оказывается, не все возможно. Казалось бы, мы ложимся спать, наш мозг потихоньку выключается, как на компьютере, все функции отключаются, вкладки закрываются и наступает тихий час, но какие-то доли мозга продолжают функционировать, чтобы на фоне дневных эмоций создать нам какие-либо картинки и фрагменты, за которые мозг целый день цеплялся больше или ярче всего. Среди всех привилегий, которые нам даются во сне, мы теряем одно из главных, как выяснилось и доказано учеными, во сне нельзя что-либо прочесть или написать точно так же, как закричать или общаться с кем-то. Те, кто помнят свои сны и запоминают, они в курсе того, что иногда нельзя от кого-то убежать или закричать, когда тебе снится страшный сон. Или, когда ты берешь книгу, а в ней просто ничего не написано, это говорит о том, что части мозга, отвечающие за эти функции, просто-напросто выключаются и спят. Учеными это все объясняется намного проще. Эти две части мозга, отвечающие за речь, письменность и чтение, они просто на ночь тоже ложатся спать. Ведь за весь день мозг принимает огромное количество информации по прочтению, написанию и разговорам. Многие из этих действий мы уже делаем неосознанно. Читаем названия остановок, витрин магазинов, посты в социальных сетях. Даже когда мы смотрим лишь на картинку мозг успевает обработать и запомнить текст под ней. Так что же все-таки происходит у нас в голове? Левое полушарие Брока отвечает за речь и артикуляцию. Задняя верхняя височная доля верники, соединенная с частью Брока, отвечает за обработку языка как письменного, так и устного. Поэтому во сне невозможно что-либо прочесть, рассказать или написать. И даже те ребята, которые постигли в совершенстве умение видеть осознанные сны, не могут проделать какие-либо речевые или письменные манипуляции, потому что как бы ты не осознавал, что ты находишься во сне, мозг выключается, и ты все равно ничего не сможешь сделать. Ученые еще не зафиксировали ни одного случая во сне, когда человек смог прочесть бы надпись или что-то написать. Как ни удивительно, но это факт, Кота. Продолжение читайте на сайте jash.club Продолжение следует...